Впервые в сезоне самарские крылья советов вышли на первое место в ФНЛ. Волжане приложили все усилия, чтобы оставить конкурентов в борьбе за прописку в элитном дивизионе за спиной. Подопечный Игоря Осенькина на классе переиграли Ярославский Шинник, аутсайдера лиги, который идет на 22-й строчке. Лучший снайпер первенства Иван Сергеев реализовал свои амбиции уже на третьей минуте поединка. После удара Дмитрия Цыпченко нападающий первым оказался на добивании. За пять минут до перерыва неудержимый Сергеев замкнул головой передачу Дмитрия Комбарова. Во втором тайме на 51-й минуте Иван реализовал пенальти, заработанный Романом Ежовым. Иван Сергеев оформил хитрик и уверенно возглавляет гонку бомбардиров в ФНЛ. Наставник хозяев решил поберечь забивного форварда и выпустил на поле Егора Голенкова. Замена сработала, и молодой футболист вколотил мяч в ворота Шинника головой на 70-й минуте. Ярославцы немного подпортили картину под занавес матча. После ошибки голкипера Ивана Ломаева Альбек Гангапшев установил окончательный счет на табло 4-1. Наверное, счет по игре, но только вот этот кол пропущенный, конечно, не может не нравиться. Мы такую игру должны были играть на ноль. Наставник гостей похвалил самарских футболистов. Алексей Казалов отметил, что крылья советов имеют хорошую скамейку и могут проводить постоянную ротацию состава. Нам не зазорно проиграть. Наши проблемы видны. Мы их будем стараться решать. Мы не сдаемся. И поэтому будем продолжать. После этого матча самарцы вышли на первое место в лиге, опередив Нижний Новгород и Оренбург. Следующую встречу подопечные Игоря Осенькина проведут в Москве и померятся силами со столичным торпедо. Черно-белые имеют в своем активе 37 очков и занимают четвертую строчку в ФНЛ. Поединок состоится 1 ноября в 19.00. Анатолий Головко, Константин Головин. События.